Я слышал некоторые люди говорят, я не хочу прощать, встретимся в судный день, вы слышали такое? В судный день увидимся, я встречусь с тобой в судный день, вы слышали такое? Да, есть люди, которые делают это в гневе, не осознавая, что так нельзя говорить, пока ты жив. Пока ты жив, старайся. Почему? Потому что когда вы доберетесь до судного дня, вы не знаете, как все повернется. Поверьте мне, вы не догадываетесь, что могло быть на самом деле. Иногда ты настолько уверен, что ты был прав, что когда ты доберешься до суда Аллаха, ты узнаешь, что было совсем иначе. И что потом? Но бывает еще хуже, чем это. Я знаю, что я прав, я знаю, что ты виноват, и все равно говорю тебе, я встречусь с тобой в судный день, я тебя не прощу. Хорошо, мы добрались до судного дня. Ты стоишь, я стою счастливый, думая, знаете что? Сегодня я тебе устрою, ты украл мои деньги, тебе конец. Сегодня все решится, ты будешь гореть, ты расплатишься за это. Представьте, я знаю, я был прав, нет сомнений, я был прав. И когда я добрался туда, решение суда в мою пользу. Машаллах, я был прав, я выиграл, я горжусь, я доволен, я выиграл. Тот человек был неправ. Хорошее деяние записано мне, а плохое ему. Почему? А теперь что? Почему я сказал, не говорите людям, увидимся в судный день. Попробуйте разобраться, почему я так сказал. Смотрите, я попал на судный день, я выиграл, это мне. Это всего лишь одно дело, с одним человеком. Теперь рассмотрим все твои дела. Остальные три с половиной тысячи твоих дел. Когда Аллах посмотрит на тебя, Он посмотрит на тебя взглядом правосудия. И ты не сможешь попасть в рай через этот взгляд правосудия. Ты можешь попасть в рай только через взгляд милости. Запомните это. Потому что в твоем намазе не было концентрации. И так в судный день мы потеряли все намазы. Почему? Аллах скажет, это недопустимо. Ты старался и делал как мог. Но знаете что? Ты делал такбир и думал о бизнесе, о женщине, о каком-то грехе, который ты хочешь совершить. Думал о еде, которую ты собираешься поесть, когда выйдешь отсюда. А там, например, отличная еда в ресторане. Вы хотите пойти туда, и в то же время думаете. Мы еду заказали на 8.15. А имам долго читает. Аллах скажет, как я приму такое деяние? Твой намаз пропал. Благие деяния потеряны. Аллах судит тебя справедливо. Это по-честному. Аллах говорит, посмотри на это деяние. Ты думал так? Значит, этот намаз не считается. Что, если будет так? А если ты простил кого-то в этом мире? Аллах посмотрит на тебя взглядом милости. Знаете, что Он может вам сказать? Воздают ли за добро иначе, чем добром? Ты простил его, а я простил тебя. Войди в рай. Аллах велик. Не думай, мы встретимся в судный день. Ты можешь выиграть одно дело. Но тебе защищать не только это дело. В тот день каждый человек придет и будет защищать себя сам. Каждый хочет защитить себя. О, Аллах это. О, Аллах то. Мы будем бороться за дела, одно за другим. Представьте, когда у людей одно судебное дело. Они истощены. Это влияет на их здоровье, влияет на их жизни, на благосостояние, на их связи. Влияет на все. Представьте, у вас три с половиной тысячи дел. Одно за другим. И это небольшая цифра. Поэтому относитесь к людям так, как хотите, чтобы Аллах относился к вам. Запомните это. Как ты относишься к другим, так же отнесутся к тебе. Брат мой, ты сделал что-то очень плохое. Неприемлемое. Мне очень тяжело тебя простить. Но знаешь что? Я тебя прощаю. Потому что я хочу милости Аллаха. Не надо даже объяснять им, почему ты их простил. Но ты знаешь, что Аллах, субханаху та'аля, видит тебя. Аллах говорит, «Тот, кто проявляет терпение, тот, кто сдерживает себя и прощает, то это лучшее из дел. Это лучшее, что ты смог сделать. Аллах говорит тебе, это лучшее, что ты мог сделать. Сдержать себя, защитить себя, проявить терпение и простить». Ислам. ДОС. 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 ДОС.